Сегодня Союз молодежи раскрывает потенциал молодежи абсолютно в разных направлениях. Основным направлением является поддержка талантливой и одаренной молодежи. Именно в этом направлении и существует республиканский молодежный проект «Стой идеи для Беларуси». В этом году вузы собирают отдельно ребят, студенческую молодежь, работников вузов, аспирантов, магистрантов. И уже внутри у себя проводят свои туры и автоматически победители вот этих вузовских туров идут в финал конкурса. Наш проект называется «Персональная медицинская карта». Он помогает как медикам для того, чтобы получать информацию о ваших заболеваниях, так и в аптеке он поможет получить рецепт. А также в случае, если с вами что-то произошло в нашей стране или в чужой, он поможет вас как идентифицировать, так и помочь. А также на ней представлена ссылочная информация на вашу персональную медицинскую карту, представленную в электронном формате. А также ссылки в виде штрих-кода либо QR-кода, которые в случае, если их сканирует обыкновенный человек, работают как ссылки на то, чтобы можно было вызвать скорую и сразу передать информацию. Проект называется «Перспектива использования фитоэкстрактов» и из названия можно понять, что фитоэкстракты будут использованы для различных целей. Мы предлагаем использовать растения дикорастущие, которые повсеместно распространены на территории Беларуси и в ее доступности они являются для создания экстрактов в пищевой промышленности, фармацевтической и также сельскохозяйственной. Это будет не только экономически выгоднее, но и также будет иметь большие плюсы. Также необходимо помнить, что у нас основная идея реализации данного революционного фитоэкстракта, как вы видите, вырастет, вы вообще разбираете, что может быть, это неизвестно. Сегодня лучшие проекты у нас квоты нет. Сколько это будет? Три, пять, может быть, все и двадцать проектов пройдут на этап Министерства образования. Поэтому мы видим заинтересованность наших студентов, молодых магистрантов, аспирантов, преподавателей участия в этом конкурсе. Поэтому я думаю, что действительно сегодня Витебская область покажет нам интересные проекты, которые представят потом Витебскую область, именно учреждения высшего образования на этапе Министерства образования. Витебская область